Главное событие дня – аномальная для апреля погода. Из-за снегопада к вечеру в Победилово не могли сесть даже самолеты. 9 тысяч человек остались без света, и в Кирове зафиксирован резкий всплеск по количеству ДТП. Дорожники весь день работали над тем, чтобы увеличить количество снегоборочной техники. Но получилось ли, проверить оказалось сложно. Посмотреть, какая техника в каком количестве и на каких улицах работала в течение дня, сегодня оказалось невозможно. Интерактивная карта, которая была создана для общественного контроля работы дорожников, сегодня в течение всего дня не работала. Впрочем, по словам главы дирекции дорожного хозяйства, армию снегоборочной техники они все-таки увеличили. Но без конкретики. Впрочем, судя по фотографиям и видео, которые в течение дня выкладывали кировчане, видно, как спецтехники и противогололедных реагентов не хватало на целом ряде магистральных улиц. Удивили работники скорой помощи, чтобы выехать, сами лопатами расчищали себе дорогу. Все, это Боровская, Московская? Боровская, производственная. Так пускай наши дорожные службы посмотрят, как они подготовились. Мы сейчас ведем просыпание противогололедных реагентов. Мы сейчас два объекта не решали по городу. Соответственно, увидели, что машины со плавами нельзя, чтобы предпринимать мелочи для того, чтобы еще увеличить количество техники, чтобы улучшение ситуации не получилось. Мы сейчас должны выйти из этого положения. А эти дороги, я бы основной магистрали. Сегодня также стало известно о том, что намеченные на ближайшие выходные на Театральной площади спортивные мероприятия на организаторы решили перенести на май. Кроме того, сообщения приходили от пассажиров авиарейса Москва-Киров. Самолет посадить в Кирове не удалось из-за погоды. В Кировском Победилово. Эту информацию подтвердили. Самолет саратовских авиалиний даже пришлось вернуть обратно в Москву. Впрочем, проблем с посадками больше якобы не возникало. Работать аэропорт не прекращал.